Дорогие гости! Дорогие гости! Дорогие гости! Дорогие гости! Важна для слухового восприятия, чтобы зафиксировать ваше внимание на каких-то законодательных моментах, на важных вещах. И мы будем смотреть ее одновременно, переходить в конфигурацию зарплаты у какого-то персонала, и смотреть на пример конфигурации, как решены пели, задачи, полевых решений. Программа нашего вебинара сейчас перед вами на экране. И хочу сказать несколько слов о том, что мы немножко нетрадиционно начнем нашу встречу. Я начну с того, что обычно говорят в конце, то есть про релиз программы, про обновления и так далее. Поскольку сейчас, в общем-то, останется последние дни до начала нового года и, собственно, подготовки отчетности, я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Смотреть и работать сегодня мы будем с релизом конфигурации. Сейчас я перейду в саму конфигурацию и покажу, где можно посмотреть, какой у вас релиз. Потому что чаще всего бухгалтера или финансовы работники, ну, редко сталкиваются с этим моментом. То есть вот такая пиктограммка у нас есть в луге. И последний пункт, пиктограммка И, это значит, какая-то дополнительная информация для пользователей. Сведения о программе. Где посмотреть, какой у вас релиз. То есть вот у нас, извините, вот у нас сведения о том, какой релиз программы у вас установлен. И, обращая ваше внимание, мы смотреть будем на релизы 3.1.20. Это важно по той причине, потому что за последний, это один из последних релизов. И, собственно говоря, были внесены некоторые изменения. Функциональность вся осталась без изменений. То есть она вся сохранена. Но немножечко другая компоновка экрана. Немножко, может быть, где-то непривычно. Почему я обращаю на это внимание? Вернемся сейчас к новым слайдам. Потому что, может быть, не у всех оперативно обновилась программа. Может быть, кто-то и не обращал на это внимание. Но с нового года, ну, соответственно, при подготовке к годовой отчетности, достаточно, 1С достаточно четко сформулировала, какие релизы, как будут поддерживаться. То есть релиз 3.1.18 и так называемого длительного сопровождения, там будут поддерживаться и справляться ошибки именно в этом релизе до окончания 3.1.2022 года. После этого выпуск будет прекращен. И поэтому лучше всего запланировать переход с версии 3.1.18, ну, где-то ближе к концу этого срока. То есть 1-2 квартал. Ну, чаще всего, естественно, 1 квартал, поскольку подготовка и к годовой отчетности, и за 1 квартал. А если у вас конфигурация не изменена, вы можете это сделать и самостоятельно. Если уносились какие-то доработки, лучше обратиться к кончайзерским фирмам. Релизы 3.1.19 и 3.1.20, эти версии с меня отрубили, как в обычном порядке. То есть новая версия установлена, она обновилась, все хорошо. Но может потребоваться переобновление платформы. То есть это надо учитывать. И есть еще один момент, что начиная с версии 3.1.20, появилась возможность обновления информации автоматически. То есть перестали выпускаться в диске ИТС. Для автоматического обновления можно перейти в интернет-поддержку и самостоятельно обновления. Это занимает очень немного времени. Делается это, в общем-то, через меню на столке. Здесь есть меню сервис и редактированные законодательные значения. Я думаю, что нельзя обновлять самостоятельно обучение. Итак, теперь перейдем мы с вами еще к следующему слайдику. То есть это общий такой обзор, чтобы напомнить, что у нас было много. Раз вот у них версии вот эти, на которые надо переходить. Было достаточно много. Останавливаться подробно мы на этом не будем. Мы пойдем с вами немножко дальше. Новые льготы, которые получили предприятия в, соответственно, в 2021 году и которые нужно будет учитывать. Первое – это льготы, которые касаются предприятий, которые есть в реестре малых и средних членов принятий. А значит, касается она общепита, то есть не всех. Если это не ваша тема, то это просто к сведению. А если ваша, то вам нужно проверить, внесена ли ваша организация в реестр МСП. Это можно проверить через интернет, через сайт на обзорах. То есть много ресурсов. В этом случае вы можете понизить старинку страхового износа. Если ваша среднестисячная численность не превышает тысячу. Да, учтите, я сегодня писать, что вам не крылья не проводят. Еще одна. Ну вот это уже немножко более сложная льгота. Пособие за постановку на учет ранней сроки беременности. Это уже, например, касается зарплатного блока. То есть с первого июля за постановку на учет ранней сроки беременности пособие становится ежемесячным. То есть до окончания беременности. А не единовременным, как был какой-то год. Получить его могут мамы, которые встали на учет уже, соответственно, после первого июля. Но устроено для получения такой выплаты это низкий среднедушевой доход населения. То есть на каждого члена семьи должен быть не больше прожиточного минимума. И если ваши сотрудники, которые собираются в декрет, становились на учет до первого числа, до первого июля, то у них сохраняется есть улучшение порядок. А если уже после первого, то, соответственно, уже будет вот такой. То есть будет уже не единовременная пособие, не единовременная выплата, а ежемесячная пособие. И при этом это пособие назначается через ПФР, а не через ФСС. То есть если до первого июля человек становился на учет, то выплаты через работодателя, через ФСС. А если после первого, то уже через пенсионный фонд. Есть еще одно новшество, неприятное, то есть стало больше оснований для повторных налоговых проверок. нужно быть очень внимательным и аккуратным в этом отношении. Приятная новость, что появился новый социальный вычет, который можно применять с нового года, то есть сейчас он нам вроде бы не особо актуален. это на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть услуги фитнеса. На что хочется обратить внимание, социальный вычет 120 тысяч, это не только на один фитнес, это совокупность с другими социальными вычетами, то есть на лечение, на обучение и так далее. Это нужно будет тоже учитывать. И самая неприятная новость, которая у нас имеется, это с 1.07 в налоговом кодексе закреплен новый перечень оснований, по которым налоговики могут признать отчетность непредоставленной. То есть раньше у нас было, что это дата подтверждения отправки или операторам, или почтовым сообщениям, то есть любым доступным. А теперь в случае, если мы отправили все вовремя, это все принято в налоговую инспекцию, ну а при генеральной проверке были обнаружены какие-то ошибки или что-то еще, то в этом случае налоговики направляют вам уведомления об отказе к приеме налоговой отчетности и, соответственно, получается, что предприятие вынуждено в пожарном порядке исправлять и ликвидировать эту проблему. Еще ну это, собственно, основное множество, то есть, которое у нас и послужило темой, так сказать, сегодняшней встречи, это то, что с отчетности за 2021 год у нас изменился состав и форма отчета 6 НДФЛ. То есть, теперь у нас справки 2 НДФЛ являются приложением к расчету номер 6 и к расчету 6 НДФЛ извините. И, соответственно, подлежат отправки вместе с отчетом 6 НДФЛ за 2001 год в налоговую инспекцию. И вот тут мы подходим к другому интересному моменту. Если предприятие имеет обособленные подразделения, вот здесь очень важно не путать с филиалами. То есть, филиал это то, что у нас выделено на самостоятельный баланс и имеет отдельный расчетный счет, то есть рабочие места, которые созданы на срок больше тысяч дней, стационарные рабочие места. Значит, подразделение выделено на самостоятельный баланс и имеет расчетный счет. В нашем случае это филиал. И в программе он отражается немножко по-другому. Если на самостоятельный баланс не выделено, отдельного расчетного счета не имеет, то это обособленное подразделение. Значит, в меню настройки в подразделе организация мы сейчас перейдем в саму конфигурацию, посмотрим, как это именно в ситуации уже, так сказать, на живом применении сделано. В терминах программы филиалы это вводятся как отдельная организация. У меня в меню, в демонстрационной базе создана вот моя основная организация и это филиалы. Соответственно, филиалы также исследуются в налоговой инспекции, как и обычные подразделения, и отчетность сдается по месту регистрации. Если это отдельные обособленные подразделения, которые не выделены на отдельный баланс, в этом случае мы будем входить не в организацию, а в ее подразделение. И само подразделение будет иметь признак, что это обособленное подразделение. На отчетность к ним точно так же подставаться в налоговую инспекцию, которая будет вот видите, не стоит отметка, что есть филиалы обособленного подразделения. Будет сдаваться в ту налоговую инспекцию, в которую оно зарегистрировано. Возьмемся снова к нашим слайдам. Это то, что мы с вами сейчас видели, на что стоит обратить внимание. То есть перед составлением выдавной учетности надо проверить, не попадают ли какие-то ваши, может быть, подразделения, может, какие-то ваши торговые точки под определение обособленного подразделения и не нужно ли вам по ним давать отдельно отчетность 6 МТПЛ территориальные налоговые органы, другие территориальные налоговые органы. Если у вас есть филиалы, то в этом случае должна быть настройка, что у организации есть филиалы сложок, и сам филиал является филиалом. То есть ставятся вот такие вот сложочки, карточки этих организаций. и второй момент, который отвечает новую форму 6 МТПЛ от старой, это отсутствие двух показателей. То есть мы не указываем даты получения дохода и даты удержания налога. И естественно сдается отчеты в комплекте со справками 2 МТПЛ, которые теперь являются приложением к этому нашему отчету 6 МТПЛ. На самом деле порядок заполнения этих форм описан очень во многих ресурсах. И консультант плюс, и гарант, и 1С, и очень много аудиторских фирм распространяло инструкцию, как заполнять форму. В 1С зарплата и управление персоналом заполнение формы автоматизированное. То есть оно происходит автоматически. И в этом случае первая основная задача бухгалтера это соответственно проверить все ли проведено у нас, все ли у нас настроено правильно. В этом случае формирование самой отчетности будет происходить очень комфортно и быстро. На самом деле то, что у нас отсутствуют даты, теперь вполне логично это объясняется тем, что в разделе, в первом разделе указывается дата уплаты исключительно только удержанного налога. Ну и соответственно его сумма. Это собственно логически вытекает, потому что пока МДФЛ не удержан, его и не нужно указывать в этих разделах. Обратите внимание, у нас выделено лиджерным шрифтом, что если МДФЛ удержан в текущем периоде, то он должен быть отражен именно в первом разделе расчета. именно за этот период, даже если уплачен он будет уже в следующем периоде, например, в следующем году. то есть удержать МДФЛ налоговый агент обязан при фактической выплате, то есть когда будет происходить лиджи. За декабрь МИС многие предприятия выдают, например, перед Новым годом усилийный аванс, а расчет будет происходить окончательно уже в следующем периоде. Такое правило установлено в налоговом кодексе, но на что еще нужно обратить внимание, что еще изменились коды доходов. То есть, например, при формировании справки о доходах, ну, если были превышения по суточным, например, по командировочным, то эти превышения отражаются с доходом 4800. С декабря 2021 года вход поменялся на 2015. То есть, когда вы формируете справки 2 МДФЛ, нужно обращать внимание на коды, которые там проставляются. И еще хочу обратить внимание на один момент. Когда мы заходим в программу, я сейчас перейду снова, у нас есть ссылка на 1С-отчетность. 1С-отчетность – это встроенный сервис, который помогает исключить дополнительные перекидки, то есть дополнительные движения по выгрузке файла, как для оператора, а потом от оператора уже налоговый спектр. То есть, здесь происходит прямая выплата. И когда вы переходите в меню отчетности, у вас будет, снова вернемся к файлам, у вас будет выскакивать вот такая рекламная ссылочка. Собственно, как реклама – это одно, а вот какие функции у нее предусмотрены – это другое. То есть, я обращаю на это внимание, потому что на самом деле сервис достаточно комфортный, позволяет напрямую сдавать отчеты, не ждать, что если у оператора будут какие-то сбои. Не часто, но такое случается. И, собственно говоря, позволяет практически в онлайне это видеть. Теперь мы переходим с вами дальше. И еще пара слов о реестре МСП, то есть реестре малых и средних предприятий. Обращаю внимание на этот вопрос еще раз, потому что если вдруг вы не подали какие-то документы, не подали сведения, то вас из этого реестра могут исключить, потому что ежегодно налоговая проверяет и чистит этот реестр в соответствии с тем, что эти сведения подали организации. Поэтому не забудьте, что кроме регламентированной отчетности, то есть отчетности о комиссионных фонд, налоговую инспекцию, необходимо подать еще сведения о видах деятельности, справки о списочной численности. Ну, то есть подтвердить, что вы относитесь к малым предприятиям и что имеете право на пониженные страховые взносы. Соответственно, если у вас образуется какое-то новое юрлицо, то проследить за тем, чтобы сведения об этом новом юрлице тоже были включены в этот реестр. Теперь переходим уже к составлению отчетности. Опять же, обращаю ваше внимание, что у меня достаточно длинная преамбула перед самими отчетами, потому что до того, как мы перейдем к составлению отчетности, необходимо проверить, все ли сделано в программе, все ли начисления учтены, все ли справки о вычетах, льготах и так далее. То есть алгоритм работы с программой при составлении любой отчетности, не только годовой, а квартальной, это проверка, отражены ли все начисления, которые получали физические лица. То есть это не только заработная плата, соответственно, могут быть какие-то по говорам гражданского правового характера выполнялись работы. Обязательно проверить справки о подтверждении того, что человек имеет право на вычеты, например, на детей, профессиональные, социальные, опять же, вычеты, это то, о чем мы говорили немножко раньше, и о том, что в программе эти вычеты предоставлены. И, соответственно, о том, что рассчитан НДПО. То есть когда у нас есть начисление зарплаты в программе, соответственно, там идет начисление налогов. Ну, про релиз я уже говорила, то есть, что программа содержит все последние формы обновленные, которые у нас должны быть предоставлены, и алгоритмы для расчета уже по новым крайням. Итак, я вывела на экран слайд с той отчетностью, которую мы должны выбрать. Обратите внимание, что отчетов НДФЛ у нас два. Просто НДФЛ и НДФЛ с 2021 года. Теперь перейдем с вами снова в конфигурацию. Итак, где у нас располагается отчетность. У меня ничка закрывает. Не могу перейти. Значит, у нас есть раздел отчеты и справки и есть раздел налоги. Я могу перейти на один момент. Так, мы позакрываем то, что было лишнее. Хотела подготовить заранее экраны, чтобы мне нужно было переходить, но, к сожалению, у меня получилось как обычно. меню отчеты. Мы переходим в раздел 1С отчетность. Здесь, в принципе, стандартное прохождение. Мы создаем новый отчет и выбираем, как я уже показывала на слайде, отчетность по физлицам и выбираем 6 НДПЛ с 2021 года. В этом случае мы выбираем организацию, но я выберу нашу головную организацию, то есть не филиалы и не обособленные подразделения. я думаю, что интерфейс вам уже достаточно хорошо знакомки, во всяком случае, кто работает с этой программой. Здесь идут ссылки на то, кто сдает отчетность, сроки, чтобы вы не пропустили, и какая редакция используется для составления этого отчета. Значит, нас интересует редакция, которая за 2021 год, то есть годовая, соответственно срок сдачи у нас еще впереди 3 месяца, но тем не менее для того, чтобы как следует закрыть год, уже стоит проверить все, о чем мы с вами говорили. И открывается форма, которая немножко отличается от уже более привычной нам. И здесь у нас на самом деле все достаточно просто, и ошибки, которые возникают, возникают обычно из-за того, что не заполнено, на какие-то сведения. То есть мы используем кнопку заполнить, и если у нас рассчитаны все начисления зарплаты, вычеты, больничные, отпуска и так далее, то по кнопке заполнить программа у нас формирует и саму форму 6 НДФЛ, и приложение, то есть это справки 2 НДФЛ, которые теперь к этой форме прилагаются. Сама справка в принципе особых видоизменений не претерпела, единственное, что немножко непривычно может быть расположение в приложении сведения о доходах, то есть начисления и если были у вас вычеты. Соответственно, если поле у нас зеленое, то можно добавить и ручками, если вдруг в пожарном варианте вы обнаружили какую-то ошибку. Но, естественно, это нужно делать только в крайнем случае и можно вернуться в программу и уже настроить то, что требуется, то, что вы не сделали. Раздел номер 1. Собственно, это свернутые цифры и расчет самого начисления тоже как итоговые цифры. У меня здесь есть специально допущенная ошибка. То есть мы не заполнили некоторые поля, которые в принципе должны найти отражение и на титульном листе, и при сохранении этого отчета и передаче его в налоговую инспекцию. Это достаточно распространенные ошибки, то есть у нас бывают вопросы именно по этой теме, поэтому я на них специально останавливаюсь и хочу показать. То есть если я сейчас хочу выгрузить, то у меня программа выдаст ошибку. Сохранить я хочу сохранить. Ошибка будет такого плана, что у меня здесь не заполнены данные, ну например от ТМО. И в этом случае у меня выскакивает информационное сообщение о том, что были найдены ошибки и появляется окно навигация по ошибкам. Оно более удобно, чем было в предыдущих релизах, потому что там выводился в нижнюю часть экрана выводился перечень ошибок и по ним мы могли уже ориентироваться и переходить обратно. Здесь сами ошибки выведены в верхнюю часть экрана и более конкретно какая ошибка и можно перейти именно в это поле. То есть я могу ручками проставить какое-то значение, ну соответственно то, что у меня не заполнено. Но лучше всего все-таки не руками заполнять, а вернуться. То есть в данном случае у нас не заполнена информация по организации. Не заполнена именно в карточке организации и лучше всего вернуться в карточку и в карточке заполнить во-первых код АКТМО, а во-вторых ответственных лиц, которые имеют право подписывать отчетность. Это вторая после АКТМО по распространенности ошибка, с которой сталкиваются при формировании отчетов. Вернемся снова к нашим слайдам. Еще раз слайд с этим же полем, которое мы с вами только что посмотрели, именно где посмотреть ошибку. И снова перейдем в нашу конфигурацию. Я пытаюсь все-таки перейти на верхнюю панель меню. Чтобы было вот мы вот таким образом попадем в нашу конфигурацию. То есть эти сведения у нас заполняются на закладочке учетная политика и другие настройки. Обратите внимание, что у меня допустим основные сведения не заполнены. Поэтому соответственно и в декларации не будет многих данных. Декларации в отчетности. В учетной политике на закладке учетная политика, кроме самой учетной политики, которую тоже стоит проверить, особенно в разделе НДФЛ. Почему? Потому что по умолчанию НДФЛ выставлен вот с такими настройками. Соответственно не каждое предприятие применяет такие настройки для своей работы. Вам нужно проверить, просмотреть, все ли в этих настройках соответствует вашим реалиям. и естественно если не соответствует то расставить нужные отметы. И после того, как и пособие здесь тоже самое и расчет зарплаты. если вы применяете эти коэффициенты. А ответственные лица, которые попадают в декларацию, вот они первым пунктом стоят. То есть ответственные лица, руководитель, главный бухгалтер, практически в отчетность кассиры не попадают. Руководитель кадровой службы в основном попадает в разные справки. здесь сохраняется история, как это во многих людях. То есть если мы здесь заполнили вот этих людей, то при составлении отчетности у нас будет формироваться уже все правильно с подставлением ответственных лиц и актемологов. Сейчас запишу. Теперь у меня программа пропустит, поскольку я вручную дополнила и соответственно мы можем выгружать и сдавать эту отчетность. Справки 2 НДФЛ формируются в электронном формате, то есть это теперь полностью электронный отчет и обратите внимание КБК у нас остались без изменений, то есть у нас изменились коды доходов, у нас изменилось то, что мы не указываем даты, даты начисления, даты удержания НДФЛ, мы справки 2 НДФЛ как приложение используем, все остальное в общем-то по старому этот отчет и обе отчеты формирования остались по старому. Единственное еще на что стоит обратить внимание, если ваша организация имела обособленное подразделение и например у вас или вы сами работаете как ИП и какое-то из подразделений прекращает свою деятельность, то вот в этом случае будет небольшая тонкость при формировании отчетности. То есть если у юридического лица обособленное подразделение прекращает работу, то есть оно ликвидируется и в этом случае указывается период с начала года по момент ликвидации. То у индивидуального предпринимателя не может быть ликвидации, он продолжает существовать. И поэтому отчетность по такому ликвидируемому, допустим, обособленному подразделению сдается за год, то есть за календарный год, то есть за налоговый период. Независимо от того, что прекратило, например, обособленное подразделение работы в сентябре, в октябре, в августе, все равно будет сдаваться 6 НДПЛ за год. Ну, соответственно, с приложением справок и всего остального. Еще хотел обратить ваше внимание, это тоже, в общем-то, важно именно для тех организаций, которые способны подразделения. В разделе налоги и взносы у нас есть в сервисе дополнительная функция проверка регистрации в ИФНС. То есть у нас есть раздел отчетов налогов и взносам и есть дополнительный сервис, который помогает проверить, зарегистрировали ли вы свое обособленное подразделение в налоговой инспекции. В программе лучше покажу вам на слайде, потому что На самом деле налоговая инспекция указывается при регистрации в карточке организации, то есть в нашем случае, если это обособленное подразделение, мы это укажем в карточке организации. То есть в нашей организации. И тут мы указываем налоговую инспекцию, в которую мы сдаем регистрацию в налоговом органе. То есть эти данные заполняются, когда мы заводим обособленное подразделение или организацию. Если мы переходим по ссылочке «Изменить данную регистрацию», то, соответственно, если, например, она у нас прекратила деятельность или у нас была торговая точка, которую мы перенесли в другой район, в другое место, то, соответственно, здесь у нас регистрация в налоговом органе. Мы пишем уже и код, и КПП ставим по тому месту, куда мы будем сдавать новую отчетность и заполняем эти данные. История изменений, естественно, у нас сохраняется, но в нашем случае это у нас основная организация, а филиалы мы сейчас более подробно рассматривать не будем. Единственное, еще на что хочется обратить внимание, это на заполнение вот этих двух закладочек коды и фонды. То есть коды – это то, что у вас зарегистрировано, разрешенные виды экономической деятельности и территориальные органы статистики. И фонды – это, соответственно, ФСС, пенсионный фонд и их реквизиты. Еще один момент, это тоже у многих сейчас будет возникать при запуске программы. Такая ссылка, что ваши подписи до, то есть если вы подписываете электронную цифровую подписью в программе, она требует обновления, потому что с нового года будет другой формат согласно ГОСТам. И для того, чтобы не попасть именно в период отчетности на то, что у вас вдруг не принимается ваша электронная подпись, нужно заранее позаботиться о том, чтобы ее оформить сейчас, пока у вас действуют старые ваши подписи. По ним эту новую квалифицированную электронную подпись оформить будет очень несложно. А после нового года придется уже ехать в налоговую инспекцию, соответственно, с доверенностями, с заявлениями и подавать эти данные уже там. Еще раз обращаю ваше внимание на переход, если вы решите использовать 1С-отчетность. То есть в этом случае можно прямо из программы отправить туда заявление. И еще один момент. При составлении отчетности, то есть у нас что 2 НДФЛ, что 6 НДФЛ, соответственно, формируются автоматически. Как я уже говорила, посмотреть, соответствуют ли ваш релиз и формы, которые есть в вашей программе тому, что требуется сейчас. Можно в начальной странице указываться и релизы, которые сейчас уже можно обновить. Ну, собственно, как посмотреть вашу программу, я вам уже показывала. И тут мы можем посмотреть, чем эти версии отличаются, она вам вообще надо или не надо, и нужно или не нужно обновить платформу. И дальше без присутствия специалистов или программистов, если у вас неизмененная версия, то есть если не было недоработок, то по кнопочке «Далее» программа автоматически обновится и, соответственно, будет уже содержать новые релизы. Здесь же можно выставить флажок, что это делается регулярно по какому-то расписанию. Я на это обращаю внимание, потому что все новые формы, которые мы приняли в течение этого года, ну и, естественно, они включены в релизы, которые уже более поздние, последние. То есть если вы начинали работать на релизы, которые установлены в начале года или в прошлом году, то у вас не будет формы 6 НДФЛ, которая новая содержит приложение справа в 2 НДФЛ. Так, мы сейчас снова с вами перейдем в слайдик. И последнее, что я хотела сказать, это то, что я еще раз покажу наши контакты. Вы можете задавать свои вопросы либо вот по телефону, либо по электронной почте, либо через сайт. И если вам потребуется помощь в настройке программы, в установке программы, в переносе данных, ну то есть любые работы, которые связаны с 1С, то, соответственно, мы с удовольствием окажем вам любую помощь и поможем в настройке, и в устранении ошибок, и в доработке, если требуется под ваше конкретное предприятие. И будем рады ответить на любые вопросы, которые касаются каких-то текущих действий, ну то есть и составления отчетности, и каких-то других проблем, если они возникают в течение работы. На этом компания Кудерлайн с вами прощается. Благодарю вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. Будем ждать ваших ответов, вопросов и обращений. Благодарю вас за внимание еще раз. Всего доброго. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...